развитию и контакт-центров, а также занимаясь построением бизнес-процессов и их автоматизацией. Быстро, подконтрольно и выгодно – это три ключевых аргумента в пользу электронного документа оборота. Крупные и средние компании в мире уже знают об этом не понаслышке. Проникновение электронного документа оборота в них довольно высокое. Более того, уже многие компании активно апгрейдят, масштабируют свои системы, интегрируют их с другими системами для того, чтобы была какая-то единая цифровая экосистема. А вот малый бизнес только начинает подтягиваться к цифровке своих документов. Что же собой означает электронный документ оборот? Он призван для того, чтобы организовать работу с различными документами в электронном формате. Он подразумевает под собой хранение, обработку и движение документов. Главные задачи электронного документа оборота, вкратце, также я буду называть его ЭДО, это избавление человека от лишней бумажной волокиты. Прелести ЭДО мы, например, видим с вами в жизни в электронном правительстве. Электронные справки заменили нам бумажные версии, избавили нас от походов в ЦОН, от хранения бумаги, то есть сделали нашу жизнь намного удобнее. Чем же полезен электронный документ оборот? С его помощью можно сократить расходы на почтовые рассылки, на курьеров, на бумагу, на другие расходные материалы, например, на те же конверты, которые нужно все эти документы складывать, прежде чем отправлять через курьерские организации. Можно избежать проблем с поиском архивных документов, ошибками ввода данных, если вы уже настроили какие-то определенные шаблоны этих документов в системе. Это дает возможность подтверждать, подписывать документы из любого места, где есть интернет. Если, например, вы как руководитель или собственник своего бизнеса уедете в отпуск или по каким-либо другим причинам будете отсутствовать в офисе, все процессы, требующие вашего присутствия, например, процессы подписания, согласования, они не остановятся. То есть все это можно будет делать с любой точки планеты. Главное, чтобы под рукой был интернет и какой-нибудь девайс, планшет, телефон или, например, компьютер. Работа сотрудников становится, конечно же, эффективнее благодаря автоматизированным процессам работы с документами. То есть они не тратят время пойти, подписать, согласовать, что-либо сделать. Все это происходит в электронном виде, учитывая, что многие сейчас сотрудники работают, например, на удаленно, в дистанционном каком-то режиме. Работа в электронном документе обороте упрощает взаимодействие с этими сотрудниками. Какой же основной функционал, что облегчает ЭДО? Регистрация документов, это контроль процессов исполнения по документам, это возможность создавать справочники, работать с ними, контролировать движение бумажных, так и электронных документов, вести историю, то есть вести архив, вы все можете собрать в одной системе, создавать, редактировать, формировать отчеты по документу обороту, ну и импортировать документы из файлов на компьютере или из интернета. Также создавать новые документы в системе по шаблонам, работать с разными версиями документов. Можно работать вместе над одним документом, не передавая какой-то туда-сюда, отправляя по почте его. Ну и, конечно же, ЭДО определенные системы разрешают ограничивать доступ к хранящейся информации, то есть по вашему усмотрению. Многих, когда встает вопрос об ЭДО, волнует вопрос законности. Ответ на него такой. Электронный документ оборот имеет под собой нормативную базу. В нашей республике утверждены правила ЭДО. Помимо этого, например, могу сказать, что Минфин РК давал уже официальный ответ на вопрос касательно того, например, обязаны ли организации предоставлять при налоговой проверке проверяющим бумажные оригиналы документов. Согласно ответу, например, при наличии электронных документов, заверенных электронной подписью, предоставление бумажных оригиналов проверяющим не требуется. То есть электронные документы официально приравняли к бумажным. Тем более в Казахстане в середине июля этого года глава государства подписал закон о развитии цифровизации в Казахстане. Законом закреплена равнозначность электронных документов и к бумажным аналогам. Кроме того, в рамках закона сейчас введен запрет на истребование у граждан и бизнеса данных, которые уже имеются в информационных системах. Тогда давайте с вами разберем, какой бывает электронный документооборот. А бывает он у нас двух видов. Первый – это внутренний электронный документооборот. Без него, в принципе, сложно представить любое работающее предприятие, пусть оно малое, среднее, большое. С помощью внутреннего ЭДО осуществляются практически все процессы жизнедеятельности. Какие документы относятся к внутреннему ЭДО? Это приказы, уставы, заявления, договоры трудовые, служебные записки, внутренние какие-то инструкции. То есть все, что внутри как-то пытаетесь зарегламентировать, имеет подпись, имеет какую-то юридическую силу, именно внутри компании это называется внутренним документооборотом. Внутреннее ЭДО регулирует работу сотрудников. Внутреннее ЭДО не регулируется, почти не регулируется государством. Поэтому руководители могут устанавливать свои правила работы. Ну и главные задачи внутреннего электронного документооборота – это увеличить скорость обмена документами между работниками и упростить получение сведений каких-либо из приказов, других нормативных актов. Также есть у нас внешний документооборот. Его же еще называют межкорпоративным. Он подразумевает работу с входящими и исходящими документами компании. То есть то, что вы как раз таки обмениваться можете документами с вашими партнерами, с вашими клиентами, с государством, какие-то электронные счет фактуры, отчетности, накладные – все это относится к внешнему документообороту. Условно, как я уже говорила, внешний ЕДО можно разделить на две группы. Это бизнес-бизнес. Когда вы работаете с контрагентами, с юридическими лицами, с партнерами, с клиентами, предоставляете им первичную документацию, счета фактуры, договоры. И также бизнес-государство. Это группа документооборотов. Включает в себя электронную отчетность в государственные органы. Сюда же входит единая информационная система по закупкам, взаимодействие с судами, какие-то ваши обращения в Акиматы или в какие-то другие госорганы. Это бизнес-государство. То есть даже мы можем сказать по нашему опыту, что бизнес-государство у нас более перешло в электронный документооборот. Например, один из ярких примеров – это прошлогоднее внедрение ЕУТНШ. Все знают эту сейчас площадку, когда через ЕУТНШ можно обращаться в любое госучреждение, чтобы получить какой-то ответ на свой запрос. Как же работает ЭДО? Мы с вами рассмотрим небольшой принцип работы, чтобы все понимали, как это работает. И для того, чтобы понять, как это работает, нужно первым делом нам пояснить про термин электронный документ. Электронный документ – это просто файл, заверенный электронной подписью. Его не нужно распечатывать, так как юридически значимым оригиналом он является именно в электронном виде. Но хочу внести некоторые комментарии, ремарку. Сегодня в большинстве компаний документ распечатывается, заверяется ручной подписью, передается адресату в бумажном варианте, адресат сканирует к себе в систему, может скан положить. Хочу сказать, что такой скан не является законным каким-то документом, легитимным. Только бумажный вариант является каким-то легитимным инструментом. И процесс, когда неправильно используют электронный документ, оборот, усложняет работу с документами. То есть мы должны понимать, что если у вас документ, подписанный вручную, он отсканированный, вот этот самый скан, он не является электронным документом и не имеет никакую законную силу. Если мы уже заговорили про электронный документ, тогда мы с вами сразу разберем про электронно-цифровую подпись. Чаще всего мы слышим в обиходе аббревиатуру ЭЦП. ЭЦП – это подпись, но только электронно-цифровая, то есть мы ее расшифровываем. ЭЦП-ключ – это некие цифровые символы, которые созданы по определенному алгоритму. Они подтверждают достоверность, неизменность, подлинность вашего электронного документа. То есть именно когда ваш документ подписан, заверен именно электронной цифровой подписью, вот этот самый электронный документ и является легитимным. Ключ ЭЦП, все мы знаем, используется наравне с собственноручной подписью и обладает той же юридической силой. Состоит он из двух частей. Все видели свое ЭЦП, там у нас есть два ключа. Один из них – закрытый ключ, другой – открытый. Закрытый чаще всего, если это физическое лицо, там написано РСА. Если это ЭЦП юридического лица, там написано ГОСТ. Ну и открытый ключ – АУТ, который доступен всем, он показывает, он вас авторизует. Закрытый ключ используется для вычисления ЭЦП, открытый ключ используется для проверки ЭЦП. И эта ключевая пара генерируется в процессе подачи заявки на выпуск этого самого ЭЦП. Как получить ЭЦП? Кто-то знает, кто-то, может быть, сам не выпускал себе ЭЦП, учитывая, что у нас сейчас все, наверное, видели возле цонов очень много маленьких магазинчиков, где прямо написано «выпуск ЭЦП», «помогаем получить ЭЦП». На самом деле это очень легко. Все это можно сделать на сайте ЕНГОВ, получить ЭЦП удаленно. Для этого даже не нужно сейчас ходить в ЦОН, достаточно иметь ноутбук, даже телефон, можно даже на телефоне все это сделать. На нашей территории страны рекомендуется использование ключей, выданных национальным удостоверяющим центром, НУЦ, РК. Ключи используются всеми гражданами для получения услуг на портале электронного правительства. Эти же самые ключи вы как раз-таки можете использовать в своих системах электронного документа оборота для того, чтобы их подписывать, согласовывать, что-либо еще делать. Ну и НУЦ, РК, конечно, следит за всеми выданными ключами на предмет их валидности. Например, вы можете проверить свое ЭЦП на их сайте, насколько он там рабочий. Ну и все мы знаем, что есть ЭЦП физического лица, есть ЭЦП юридического лица. Для использования в корпоративной среде, для подписи должностными лицами юридического лица НУЦ, РК выдает отдельные ключи. Это ключи на юридическое лицо. Как вы видите на скрине, для юридических лиц бывают ключи с правами первого руководителя, для сотрудника с правом подписи, сотрудника просто там организации, сотрудника отдела кадров. То есть они различаются по праву. Мы видим, что на ЕГОВ можно подать заявку как и физическим лицам, так и юридическим лицам на получение ЭЦП. Но юридическому лицу все равно придется завершить процедуру на сайте PKI.gov.kz. Почему я рассказываю так детально про ЭЦП? Потому что это очень важный инструмент. Если вы хотите начать пользоваться системами электронного документа оборота, внедрять электронный документ оборот, то это один из первых шагов. Это получение ЭЦП, получение ЭЦП вашими сотрудниками, потому что без ЭЦП никакие электронные документы не легитимны. Хорошо, а как же нам понять, что малому бизнесу нужен электронный документ оборот? Пришло ли время его внедрять? Как это понять? Я советую задавать себе несколько вопросов. И если, например, на эти вопросы у вас есть два и более положительных ответа, то можно уже задуматься каким-то образом, начать включать в свои процессы электронный документ оборот. Например, если на вашем столе большое количество бумаг, если вы не успеваете разгребать эти бумаги, если вы не можете оперативно найти документ, например, во время разговора с клиентом, вы не можете найти накладную, не можете найти договор или еще что-то, вы не понимаете, на какой стадии выполнения находятся задачи вашими сотрудниками, документ, который вы там отправили юристу по почте или куда-то бухгалтеру, что-то вы там согласовываете, какой-то договор, оно пропало, вы не понимаете, что с ним происходит. Такие моменты лучше, конечно, уже задуматься о включении электронного документа оборота в свою работу. Также ЭДО нужно, если вы работаете на маркетплейсах. Заключение сделок через электронные торговые площадки предполагает обмен соответствующими документами, сопутствующими. И, например, в перечень документов, которые требуют маркетплейсы с продавцов, это товарные накладные, акты о доставке, доверенности, чеки, квитанции. Как я уже рассказывала на вебинаре о маркетплейсах, у многих маркетплейсов уже, например, есть встроенный ЭДО. Например, у Wildberries электронный документ оборот уже есть в их маркетплейсе, то есть отдельного не нужно. Если брать Озон, если вы хотите там продавать, то Озон, конечно же, у него отдельный сет, который не заставляет пользоваться, докупать какие-то услуги и через них осуществлять эти процессы. Для того, чтобы организовать ЭДО, электронный документ оборота, вам нужна система электронного документа оборота. Система электронного документа оборота, или, как многие говорят, просто СЭТ, это IT-решение, программное обеспечение. Оно помогает подготовить, оформить, согласовать, проконтролировать исполнение документов между отправителем и получателем. С помощью системы электронного документа оборота можно автоматизировать обмен бухгалтерскими документами, общее дело производства, управление договорами, работу с обращениями, кадровые процессы, межкорпоративный документ оборот. То есть у каждого СЭТ разный функционал, есть СЭТы, у которых функционал даже захватывает функция CRM-системы, то есть нужно смотреть, какая система вам нужна сейчас на данный момент. Принцип работы СЭТ очень достаточно простой. Если мы рассматриваем традиционную передачу документов, то это документ писать, распечатать, упаковать в конверты, вызвать курьера его дождаться, отправить, дождаться, пока доставка доедет до получателя, тот пока его получит. То есть происходит очень такой большой путь, занимает он от одного дня до нескольких недель. Один день, два дня это внутри города, если это уже междугородние, то вы отправляете куда-то подальше эти документы, несколько дней, недель может это занять. Если же мы рассматриваем именно электронный документ оборот, то тут достаточно ваша учетная система, учетная система получателя, все, и интернет. Больше ничего не нужно. Есть, конечно, небольшая заминка в виде того, что не всегда на обратной стороне, то есть у контрагента есть учетная система, не всегда у него есть система электронного документа оборота. Но так как мы уже большими шагами идем к активной цифровизации всего, что есть в Казахстане, не за горами, что уже почти у всех будет этот самый сет. Поэтому каждый, когда уже начинает работать с системой электронного документа оборота, делает вот этот маленький шажок к цифровизации всего бизнеса, что есть в Казахстане. Ну и выбор сет. На нашем рынке казахстанском существует довольно широкий выбор этих систем. И делая выбор в пользу определенного решения, необходимо ориентироваться на возможность адаптировать ее под свои нужды, простоту использования и высокую производительность, наличие простого, удобного доступа из любой точки мира, ну и соотношение цены-качества. Мы с вами рассмотрим сейчас несколько, буквально там 2-3 варианта электронного документа оборота для малого бизнеса. Почему всего лишь там несколько мы рассмотрим? Потому что большинство сет, конечно, они предполагают работу уже среднего бизнеса, большого бизнеса, они более дорогие, и функционал, там очень много ненужного предприятиям, которые вот только-только растут. И, конечно, это одна из причин, почему малому бизнесу сейчас немножко тяжело переходить в оцифровку документов, потому что не всегда есть инструменты, которые подходят малому бизнесу. Ну, одно из решений сейчас у нас на казахстанском рынке – это iDocs KZ. Подходит он для малого бизнеса с небольшим документооборотом, для тех, у кого обширная география контрагентов по Казахстану, подходит и среднему, и крупному бизнесу в том числе, потому что любой сет, в принципе, хороший сет легко масштабировать, так как это IT-решение. Также подходит всем компаниям, которые хотят отказаться от устаревшей бумажной документации и начать переходить все-таки к оцифровке своих документов. Как мы видим, для малого бизнеса тарификация 0 тенге в месяц, только платите за те гигабайты, которые вы будете занимать, то есть какую-то память, 7,5 тысяч тенге в месяц, при этом отсутствует тарификация самого документа, бороться за каждый документ. Там дальше есть и другие тарифы, но можно начать именно с бесплатного, для того чтобы попробовать взять демку, то есть это вообще веб-решение. На самом деле очень удобно попробовать начать ввести в ней свои документы. Вы хотя бы поймете, какие у вас есть документы, которые требуют оцифровки. Сайт у них iDocs.kz, пройти, посмотреть, начать работу. Очень будет легко. И также для тех, кто работает с 1С, у этой системы iDocs.kz есть специальный модуль к 1С, с помощью которого можно выгружать документы из 1С в систему электронного документа оборота. То есть очень удобно, потому что модуль уже готовый, ничего разрабатывать не нужно будет. Есть также система электронного документа оборота от Казахтелекома SMET.kz. Она, насколько я знаю, не совсем усовершенствована. Поэтому рассмотреть можно. Можно попробовать регистрироваться на этом портале. SMET.kz – это, знаете, портал цифровой, цифровая платформа, помощник для вашего бизнеса. Тоже рекомендую посмотреть. Также можно начать зарабатывать вместе с Казахтелекомом, находить партнеров, находить клиентов в этой платформе. Все очень удобно. И еще одно из решений, достаточно тоже удобных – это решение для малого бизнеса от разработчика СЭД-документолог. Может быть, слышали, есть большая система электронного документа оборота, которым пользуются сейчас почти все козучреждения. Докулайт называется. Это облачное решение для автоматизации. Включает в себя создание, согласование, подписание и отправку в электронном юридически значимом формате любых документов. Договоры, трудовые договоры, акты выполненных работ, счет фактуры и официальные письма. Ну, тамный сервис помогает, предоставляет возможность согласовывать, подписывать документы как внутри компании, так и с внешними контрагентами в Казахстане, за пределами страны. Одна из новых фишек, кстати, очень удобных, очень интересных. В Докулайт можно отправлять документы в электронном виде любым контрагентам через email или через SMS. То есть видели, наверное, может быть, сталкивались уже с таким функционалом, когда к вам может прийти документ в SMS с ссылочкой, вы проходите, там все видите, подписываете. То есть очень-очень удобно они начали делать такие вот фишечки. Ну, и еще я могу сказать, что, например, в Докулайте уже из подтвержденных источников более 10 тысяч контрагентов уже используют. То есть, возможно, большое количество организаций, с которыми вы ведете какую-то переписку, отправляете документы, уже есть в Докулайт, они уже им пользуются. А если даже не пользуются, вы всегда можете их попросить зарегистрироваться, учитывая, что регистрация и начать работать, завести одного пользователя стоит ноль тенге. То есть бесплатно. Очень удобно. Ну, и для того, чтобы проверить, есть ли ваши контрагенты в этой системе, то на сайте есть возможность через БИН-организации или через наименование проверить, есть ли они в этой системе. Как это работает? Например, вы хотите отправить договор своему клиенту, какая-то компания. Вы в Докулайт зарегистрировались. Если этой компании нет, вы там просите зарегайтесь тоже. Это бесплатно. Мы вам отправим вот так вот в таком виде. Зачем нам бумаги? И все это легко тоже происходит через Докулайт. Рекомендую тоже посмотреть, зайти, так как денег не просит, хлеба не просит. Посмотреть. Может быть, что-то зацепит. Будет для вас удобно. Также хотела рассказать, что есть аналогичные системы в 1С, от 1С-бит. Полностью документ-оборот настроен в 1С. Не совсем удобен по функционалу, и он более для крупных компаний. Есть также, например, электронный документ-оборот от договора 24. Там, конечно, больше упор делается на договора, на шаблоны юридических договоров. То есть, если вам нужно, вы можете пойти на договор 24, посмотреть все это. Начальный тариф от 150 тысяч тенге в год. То есть, когда, если вы уже на развитии, если вам это нужно, более такой специфичный сет, то можете туда пойти. В целом, тот же Докулайт подразумевает масштабирование, можно будет увеличиваться. Что в итоге? В итоге, пока мы видим, что малый бизнес в целом в Казахстане не совсем готов к полному переходу на электронный документ-оборот. Многие, очень многие по-прежнему используют бумажные варианты документов. Основная причина – это недостаточная подкованность в технических и законодательных аспектах. То есть, не всегда знают, с чего начать, не всегда знают, насколько это законно, легитимно использовать такие документы. Отсюда происходят сложности в самостоятельном переходе на новые форматы работы. Но не все так плохо. Малый бизнес, у него есть очень интересное свойство очень быстро, на самом деле, адаптироваться к изменениям. И в том числе, конечно же, я думаю, что малый бизнес легко, постепенно может адаптироваться к электронному документу-обороту. Медленнее, конечно же, чем крупные компании, потому что нет такого большого оборота, как, например, мы сравним компанию с 10 человек и компанию там из 100 человек. Но шаги уже предпринимаются, и наши даже казахстанские разработчики уже готовят, предоставляют какие-то платформы, доступные по бюджету, доступные технически, которые можно уже начать использовать и в них работать. Ну и, конечно же, мы должны понимать, что вокруг цифровизации малого бизнеса очень много мифов, в том числе вокруг электронного документа-оборота. Многие бизнесмены до сих пор ставят под сомнение вообще необходимости ввести электронные документы. Многие руководствуются страхами, сомнениями, но большинство из этих страхов – это мифы. Например, есть такой миф, что малый бизнес может обойтись без электронного документа-оборота. На самом деле владельцы малого бизнеса обычно управляют ограниченными ресурсами, чтобы выполнять рутинную бумажную работу, нужен персонал. Вы же сами понимаете, что чем больше вокруг вы начинаете расти, тем больше, конечно, операционных каких-то работ бумажных. И все это требует тщательной обработки. Если же у вас установлена хорошая система электронного документа-оборота, то у вас будет всегда удобный доступ ко всем документам. Есть еще миф, что документ-оборот сложно внедрять в небольших компаниях. На самом деле очень правильно начинать внедрять такие системы в маленьких компаниях, а в дальнейшем просто это все расширять и масштабироваться. Вам будет очень легко, и даже через месяц вы заметите, насколько ваша эффективность увеличивается. Вы обязательно захотите применять решения уже намного лучше, какие-то CRM-системы подключать, чтобы улучшать свой бизнес. Ну и то, что для малого бизнеса SET это слишком дорого. Мы уже посмотрели на примере даже трех решений, что есть системы, которые доступны, которые доступны по деньгам. Достаточно даже просто зарегистрироваться и начать какую-то работу. Поэтому я советую уже присматриваться, уже смотреть, регистрироваться, применять что-то в своей работе. Если есть какие-то вопросы, вот, например, те же Doculite, те же iDocs, KZ, у них очень много специалистов, которые помогают настраивать эти SET даже в безоплатном режиме, в режиме консультации. Я думаю, сейчас ограничений, как те же несколько лет назад, их намного меньше. Спасибо всем большое за то, что прослушали наш небольшой вебинар по такому инструменту, как система электронного документа оборота. Я напоминаю, что у нас впереди еще из серии инструментов цифровых остался вебинар про CRM-систему. Очень большой и детальный он будет про CRM. И после CRM-системы у нас уже начнутся вебинары отраслевые, как я уже сказала в начале. Конкретно и под каждую отрасль мы будем рассматривать IT-решения. Если есть вопросы, прошу вас писать в чат. Я постараюсь на них на все ответить. Если же не хотите писать, можете включать микрофоны и задавать свои вопросы. Спасибо большое, Эльвира. Если нет вопросов, можем заканчивать наш вебинар. Думаю, контент вебинара был очень полезен. Спасибо большое еще раз. Эльвира. Да, тогда, если вопросов нет, всем спасибо, что пришли и уделили внимание. Запись вебинара и саму презентацию обязательно, конечно, отправим. Спасибо. Всем до свидания. Спасибо за участие. Спасибо. 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 Спасибо.